Сегодня состоялся неформальный саммит лидеров Тюркского Совета, на котором главы государств выразили намерение и дальше укреплять существующие тесные связи и сотрудничество между тюркоязычными странами. По итогам саммита была принята декларация, в которой отражены сразу несколько довольно важных пунктов. Однако самая важная цель – это усиление и без того довольно важной и престижной платформы на региональной и международной арене. Тему продолжим обсуждать в нашем сегодняшнем выпуске. Это «Глобальная дискуссия» и я, ее ведущая Анастасия Лаврина. Здравствуйте! Как всегда, для начала я представлю наших уважаемых участников сегодняшней дискуссии. Это Айдос Сарым, депутат парламента Казахстана. Эсэн Усубалиев, директор аналитического центра «Разумное решение» в Киргизстане. Гюльнара Мамедзаде, директор экспертного совета «Баку-нетворк» Дарья Гривцова, заместитель директора Института политических исследований в России и Петер Дунае, венгерский журналист. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Добро пожаловать к нам в эфир. Здравствуйте! 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 Добрый вечер! У нас прям-таки получился такой собственный Тюркский совет. Мы очень рады видеть гостей из практически всех стран, которые представлены в этом совете. Давайте все-таки обсудим сегодняшний саммит, который прошел, разумеется, в видеоформате, с учетом всех последствий пандемии, да и не только. Вот как раз-таки мы знаем, что заседание открыл президент Казахстана, уважаемый Касым Жомар-Токаев. Давайте узнаем мнение нашего уважаемого эксперта из Казахстана. Айдос, расскажите, вот ваше видение по итогам саммита. Обсуждалось сразу несколько моментов, была принята декларация. Ваши первые впечатления, в частности, и как страна, которую вы представляете, Казахстан? Я думаю, состоялся очень полезный и хороший диалог. Жалко только, что он состоялся в таком зом-режиме. Но, тем не менее, я думаю, все цели, которые провозглашались, все цели, которые декларировались, они достигнуты. Есть очень большое понимание. Прозвучала очень серьезная идея о том, что созданный в 2009 году Тюркский совет должен перерасти в полноценную организацию. И, насколько я понимаю, есть очень хорошее и понимание, и поддержка со стороны других стран. Это первое. Во-вторых, прозвучали, на мой взгляд, очень серьезные идеи. Они как бы отвечают на прежнюю нашу дискуссию, когда мы говорили о том, что не нужно замыкаться в культурно-гуманитарных рамках. Нужны новые корзины, новые форматы, где это сотрудничество будет углубляться, расширяться. Мы видим, что современный мир не только несет в себе угрозы, но и какие-то новые возможности. Мы сегодня говорили о Туранском коридоре. Хотя я, наверное, могу предположить, что завтра из этого тоже вырастет некая другая конспирология. Но, тем не менее, новые маршруты, новые идеи, новые смыслы не появляются. Сегодня Казахстану было очень приятно презентовать город Туркестан. Для нас и для всего тюркского мира очень большой, сакральный город. За эти 2-3 года, несмотря на пандемию, город очень сильно вырос. Он заново выстроен. Он обрел новое звучание и новый вид. Он гармонично сочетает и истории, и восточные традиции, и тюркские традиции, и казахские традиции. Он, на самом деле, имеет потенциал стать таким важным городом в тюркской интеграции, о чем сегодня президент Казахстана и Ельбасе неоднократно говорили. Появляются новые идеи в сфере образования. Это тоже нас радует. И дай Бог, чтобы на уже стамбульской встрече, надеюсь, которая будет проходить уже в очном формате, будут достигнуты все цели, которые сегодня были озвучены. Они будут приобретать характер не только документов, которых, на самом деле, в нашей жизни хватает, но уже приобретать какие-то реальные очертания в виде проектов и так далее. Ну, прозвучала, на мой взгляд, очень содержательная идея о том, что нужен инвестиционно-интеграционный банк, который будет уже финансировать какие-то конкретные проекты в странах, искать такие проекты. И в этом смысле, я думаю, что мы стоим в начале очень большого, надеюсь, светлого пути, который будет одинаково полезен, одинаково важен, и имеет очень большое, долгоиграющее значение для нашего региона, для наших стран братских и так далее. Абсолютно. Гильнар Аханум, хочу узнать и ваше мнение. Азербайджан, как достойный участник также этого совета, выступление уважаемого господина президента было практически отмечено во всех аспектах. Также говорилось о необходимости развития транспортно-логистических путей, что стало возможно с завершением Карабахского конфликта. Ну и в целом, вот мне интересно, как вы расцениваете перспективы для дальнейшей интеграции в рамках Тюркского совета, потому что одним из главных моментов, которые озвучил турецкий лидер, это необходимость преобразования Тюркского совета в международную организацию. Этот момент озвучивался и до этого, то есть это не первый раз, когда такое предложение звучит, но сейчас, видимо, страна очень решительно настроена в этом направлении. Гильнар Аханум? Ну, я думаю, что действительно этот процесс может получить свое развитие. Меня слышно? Да, да, мы слышим вас. Да, я думаю, что этот процесс действительно может получить свое развитие, потому что тюркская интеграция набирает мощь, влияние, превращается в один из очень перспективных и многообещающих центров глобального влияния. Я также хотела бы обратить внимание на тот факт, что именно 12 лет назад в Нахчеване создавался, на территории Азербайджана создавался Тюркский совет. И очень символично, что сейчас, спустя практически 12 лет, именно с подачи Нахчеванского коридора через Зангизурский коридор сейчас открываются очень серьезные перспективы для масштабной региональной интеграции. Президент Азербайджана в своем выступлении сегодня этот момент подчеркнул, что сегодня Зангизурский коридор – это земля Азербайджана, которая сегодня является уже неким символом объединения тюркского мира. Очень большие и серьезные проекты закладываются на этом направлении. И президент Азербайджана, в частности, подчеркивает, что это транспортные коридоры, которые сейчас связывают по многим направлениям не только страны, входящие в формат, непосредственно в тюркский формат, но и сопредельные страны. Я бы сказала, что сейчас тюркская интеграция действительно получает очень серьезную поддержку не только на уровне политического руководства, но и если сейчас вывести социологический опрос во многих странах этого направления, как в Центральной Азии, в Азербайджане и в других странах, которые проявляют интерес к тюркской интеграции, то сейчас мы увидим, что подавляющее большинство населения очень позитивно воспринимает, что вот этот тюркский вектор получает такое серьезное наполнение. Я также хотела бы отметить, что не только экономическое сотрудничество сейчас является очень серьезным фундаментом тюркской интеграции, но и культурные составляющие. И вот сегодня уже коллеги говорили о том, что Туркестан становится духовной столицей тюркского мира. А также хотела бы отметить, что не очень серьезно развивается военно-техническое сотрудничество, оборонный совет, который существует в рамках этой организации. Я думаю, что вот эти ключевые направления, и то, что уже коллега из Казахстана говорил о вопрос формирования инвестиционного фунда, то есть практически по всем базовым параметрам это экономическое сотрудничество, инвестиции, военно-техническое сотрудничество, вопросы безопасности, культурная составляющая. То есть все эти моменты, они отражаются. И очень важно подчеркнуть, что с завершением Второй Карабахской войны, со снятием вот этих, сстранением факта армянской оккупации и разблокированием коммуникации, практически новый импульс получает не только регион Южного Кавказа, но и выход на Центральную Азию через Каспийский регион. То есть здесь идет очень мощное пересечение интересов. И я хотела бы также подчеркнуть, не случайно, что буквально в эти дни состоялась министерская конференция «Сердце Азии» и «Стамбульский процесс». И состоялись очень важные встречи главы МИД Азербайджана с его коллегами из Пакистана, Ирана, Афганистана, Казахстана и других стран. То есть очень мощный процесс развивается. И мы думаем, что то, что ваш вопрос прозвучал, действительно этот формат может приобрести, быть на уровне очень серьезной международной организации. Это как раз-таки момент, который озвучивался сегодня. Это один из главных пунктов сегодняшнего диалога, который состоялся в онлайн-формате дискуссии. Прошу прощения. Давайте сейчас узнаем мнение нашего эксперта из Венгрии, Петра Дунаев, венгерский журналист. Вы нас слышите? Да, да, отлично. Вот давайте поговорим как раз-таки о Венгрии, который имеет статус наблюдателя в этом совете. Как раз-таки сегодня на саммите обсуждалась необходимость и намерение стран-членов Тюркского совета усилить роль организации в продвижении и поддержке ценностей и интересов тюркского мира на региональной и международной арене. Это также важно делать и в Европе. И тут, я думаю, в Венгрии отводится очень и очень важная роль. Какую роль здесь вы отводите для своей страны? Как вы видите это? Вы знаете, я могу вам доложить целую кучу конкретных дел. Наш премьер, господин Орбан, вчера был в Узбекистане, где встретился с господином Мирзеевым, президентом Узбекистана. И очень много, 95 соглашений они подписали. Это огромный шаг вперед. Еще такой интересный момент, что касается Узбекистана. Мы никогда не забудем, что когда у нас началась эпидемия в Европе, Узбекистан был первым, который помог нам с этими масками. То есть это было очень мощное символическое дело. Но что касается конкретно визита господина Орбана в Узбекистане, у нас есть банк, венгерский банк ОТП. Это один из самых больших банков Европы. Самый большой банк в Средневосточной Европе. И они соглашаются, что ОТП будет причастен в приватизации. Пять узбекских государственных банков. Эти пять банков – это Успромстройбанк, самый вероятный вариант, Осакобанк, Ипотекобанк, Агробанк и Националбанк Избегистана. То есть абсолютно конкретно, и у нас это как раз сенсация, потому что это первый раз, что наш банк, наш самый большой банк ОТП, выйдет из Европы и наладит сотрудничество с одной страной Тюркского совета. А еще интересный момент. Мы будем сотрудничать в сфере атомной энергии. Это очень важное дело. Венгрия имеет патент на системе охлаждения атомных станций. И по всей вероятности это будет пользоваться в Узбекистане, потому что Узбекистан строит при помощи, поскольку я знаю, Росатома, атомные станции. То есть это весьма великий, широкий диапазон сотрудничества. И я могу еще добавить к этому сотрудничество в направлении сельского хозяйства. То есть три больших мероприятия, три больших направления, которые будут расширять деятельность Тюркского совета, потому что все это идет в рамках Тюркского совета. Да, вы действительно обозначили практически очень широкий спектр, в каких направлениях страны могут сотрудничать не только между собой, но при этом и с Венгрией, ну и далее, разумеется, с другими странами Европейского союза. В частности, в Венгрии, как уже давно отмечается, это, можно сказать, как окно для Тюркского совета, в Европу, через которую можно реализовывать и участвовать в различных проектах. Дарья, хочу узнать ваше мнение, как эксперты из Российской Федерации, как и в России видят вот это укрепление интеграции в рамках Тюркского совета. По-вашему, вообще в целом, насколько Россия намерена присоединяться к всем или иным инициативам, ну и в целом ваше видение от итогов сегодняшнего саммита, который прошел в онлайн-формате? Да, Россия рада такой встрече, такому саммиту, на котором обсуждались важные вопросы. И Россия, конечно, готова присоединиться и к обсуждению, и поучаствовать даже. Ведь вы знаете, в России очень много регионов тюркоязычных, это и Казань, и Башкортостан, и другие регионы, которые также разделяют идеи и поддерживают эту организацию. Сама организация, безусловно, она будет очень активна в дальнейшем, как мы видим, по тем намерениям, которые заявляли лидеры всех стран, которые входят в нее. К сожалению, я думаю, не так будут рады этой организации в Европе, потому что мы знаем, что любое объединение, если оно будет успешным, вызывает значительные вопросы у Запада и опасения, поскольку действительно могут стать серьезными конкурентами в каких-либо сферах, в том числе даже и в военной сфере. Я даже читала, что говорят о создании тюркского НАТО, но даже если такая организация будет по типу тюркского НАТО, то это основа региональной безопасности и противовес европейскому и американскому НАТО. Здесь также очень важно отметить то, что многие эти страны в общем сотрудничестве будут достигать значительных результатов. Мы видим те уже проекты, которые заявляют страны-участники, в том числе это и сотрудничество в сфере пандемии, сейчас очень актуален этот вопрос, сотрудничество в экономических проектах, в том числе и газовых проектах. Здесь, конечно же, я думаю, будут вопросы, как смотрит на это Россия и не вызывает ли это у нее опасения. Безусловно, конечно, Россия заинтересована в продаже своего газа и в Европу, и в другие страны, но даже если другие страны намерены что-либо делать в обход в нее, безусловно, Россия не будет против, поскольку каждая страна имеет свое право делать так, как ей экономически выгодно. Но мы видим, что в этом совете, в Тюркском совете, безусловно, находятся наши союзники. И мы надеемся, что будут согласовываться какие-либо решения, в том числе и с Россией, поскольку, я думаю, сотрудничать гораздо более важно, чем бороздавать. Абсолютно точно. Сотрудничество – это то, о чем думают здравомыслящие страны сегодня, политические деятели, потому что, как вы уже отметили, что примечательно касательно сотрудничества в рамках Тюркского совета за период пандемии коронавируса, когда в рамках других альянсов мы видим возникновение тех или иных разногласий, когда страны, наоборот, отгораживаются друг от друга высокой стеной, в Тюркском совете страны, наоборот, укрепляют и наращивают свой потенциал, а также, переходя в онлайн-формат общения, думают о развитии новых процессов интеграции. СН, как в Киргизстане смотрят на происходящие в регионе процессы, что касается развития Тюркского совета? Ваше мнение о итогах принятой декларации? Какие ожидания у вашей страны? Здравствуйте еще раз. В первую очередь хочу отметить, что в нашем обществе весьма позитивно восприняли тот факт, что саммит проходит под эгидой и в рамках объявления города Туркестан в качестве духовной столицы Тюркского мира. Безусловно, наследие Ахмадья Сави, это не только для Тюркского мира, но и более шире, но в первую очередь это для кочевых народов, его наследие, его проповедь, его деятельность сыграла ключевую роль в распространении ислама на территории Казахстана и обширной территории Центральной Азии. Поэтому для нас это также значимо и в действительности это оправдывает название как духовная столица Тюркского мира, одна из духовных столиц Тюркского мира. В Кыргызстане также с интересом наблюдается развитием тюркской интеграции. И у нас, конечно, есть собственные ожидания, которые мы связываем с увеличением и интенсификацией связи между тюркскими странами, где такие крупные государства, как Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан с большим потенциалом могут сыграть ключевую роль и, возможно, запустят такие механизмы для преобразования на территории Центральной Азии и Южного Кавказа, которые смогут задействовать серьезные изменения не только в сознании людей, в изближении культуры народов, но и увеличение всеобщего благосостояния населения. Тем более, что в рамках этого заседания затрагивались проекты, которые были связаны с транспортировкой и развитием транспортной инфраструктуры, что также вызывает определенные надежды и у Кыргызстана, который также хотел бы подключиться к всеобщему движению обмена народов, товаров, услуг и формирования вообще всего этого нового тюркского пространства, которое, безусловно, должно быть и будет открыто для сотрудничества для других стран и народов, вне зависимости от тюркской принадлежности, либо каких-то других идентификационных маркеров. С другой стороны, просматривая события этого года и конца прошлого года, нужно сказать, что это год не только, скажем, открытия как столицы, объявления как столицы тюркского духовного мира Туркестана, но прежде всего это год, можно назвать, годом Азербайджана, поскольку совершенно неожиданно и для всех долгожданно произошло разрешение ключевого конфликта для тюркского мира, который действительно занимал умы много-много времени, но длительное время и вызывал, естественно, боль от того, что территория Азербайджана, значительная часть его находилась под оккупацией. Действительно, можно с уверенностью говорить, что это также и год Азербайджана. Рассматривая это в этом ключе, хотел бы сказать, что есть моменты, которые мы не услышали на тюркском саммите. Скажем, это проблемы или вопросы военно-технического сотрудничества, которые так активно муссировались на протяжении целого года, о том, что, скажем, визиты министра обороны Турции и визиты других высших должностных лиц, что вызывало, скажем, интерес у экспертов в других странах, о том, что неминуемо в рамках тюркской интеграции или в рамках тюркского совета появятся вопросы оборонного сотрудничества и промышленного. Совсем не все сразу, не надо пугать мир. Не-не-не, я не пугаю. То, что я говорю, что я не услышал, хотя было бы интересно узнать. Все, что осталось за кадром. О этих проектов. Возможно, это осталось за кадром, а может быть, как бы к этому времени еще не созрели. И плюс ко всему, как бы я ожидал лично для себя, это та инициатива, которая была заявлена на предыдущем саммите Нусултаном Назарбаевым о том, что пришла пора создать уже организацию тюркоязычных государств. Я просто ожидал, что будет как бы более, скажем, сильно артикулированная поддержка этой идеи и о том, что она каким-то образом найдет поддержку среди глав других государств, либо будет как-то более так явно обрисовано. Но, наверное, к этому придут к концу года на саммиты в Турции. Айдос, как вы считаете, придут ли все-таки к этому страны? Потому что, как уже было отмечено, саммит следующий должен состояться в Турции, если пандемия коронавируса, конечно же, позволит. И еще один момент я хочу, чтобы вы прокомментировали. Вот на этом саммите президент Турции выразил надежду, что Туркменистан также в скором времени может вступить в Совет. Возможно, о каких-то положительных моментах касательно тому, что даст вступление Туркменистана в Совет Совету, ну и, разумеется, для самого Туркменистана, насколько это важно? Ну, это очень хороший вопрос, на самом деле. Когда вы начали свой разговор, я же сказал, что мир не только несет угрозы, но и дает некоторые возможности. Мы видим, что Туркменистан тоже меняется. Мы видим, по крайней мере, в нефтяной сфере с Азербайджаном какие-то вопросы удается решать. Это произошло буквально недавно. Мы видим ситуацию, немного меняющую ситуацию в Афганистане. Мы видим сегодня, Узбекистан очень активно наращивает выход в сторону юга, в сторону Индии, в сторону Пакистана. Это тоже, я думаю, немаловажный фактор, который сейчас с Китаем, у Узбекистана очень сильные проекты пошли тоже. Поэтому в этом смысле, возможно, какие-то очень большие движения пойдут. И совершенно остаться в изоляции, наверное, Туркменистан тоже, наверное, не захочет. Потому что и внутри страны меняется ситуация, ну и мир как бы сильно меняется, да, окружение меняется. Это один момент. Ну, если мы говорим за тюркскую организацию, наверное, надо понимать, что если это все-таки такие вещи должны озвучиваться на очных встречах, да, это надо подписывать документы. Я надеюсь, там есть какие-то внутренние течения, связанные с ситуацией в Турции. Я думаю, коллеги тоже этот учитывали момент. Поэтому если это будет все происходить в Стамбуле, от этого ничего плохого не случится. Я думаю, это наоборот даже хорошо. В Стамбуле очень много больших мировых инициатив, инициативы озвучивались. Поэтому надеюсь, что к концу года, во-первых, будут отработаны все документы, инициативы инициативами. Ну, есть очень большая бюрократическая работа, которую надо выполнять. Второй момент, я тоже хотел обратить внимание, сегодня Ельбасы, Прин. Андресултанович Назарбаев говорил о том, что надо принимать большой документ стратегический, который называется «Тюркское видение» еще на 20 лет, до 2040 года. Там тоже есть очень много... Но Ельбасы нет в доступе, мы не знаем о чем. Ну, понимаете, это же тоже как бы согласовывается. Ну, я думаю, что МИД, Министерство иностранных дел, администрации президентов, наверное, этот документ уже так или иначе видят, изучают, согласовывают. Это очень много моментов. Мы видим сегодня, благодаря Азербайджану, благодаря событиям, которые были связаны с Карабахом, очень большую активность в сторону тюркского мира проявляет Пакистан. Это тоже очень большой, сильный игрок, который имеет свое собственное видение, совершенно отличное от многих других стран. Это тоже очень, я думаю, будет большой козырь. В любом случае, я думаю, то та эволюция, да, ну, вспомним, да, что Европейский Союз тоже не в один день создавался. Это была одна организация, да, потом она перерастала в другую, нечто и так далее, с угля и стали начинали. В отличие от Европы, мы с другом никогда не воевали, нам не нужно создавать организации против войны, да, нам нужно за мир, за развитие, чтобы мы могли развиваться, создавать новые для себя возможности, обрастать большими концентрическими кругами сотрудничества, доверия, что немаловажно, решать свои задачи. Поэтому тюркский совет, он не создается против кого-то, он создается именно для тех стран, которые в него входят, чтобы увеличить возможности, нарастить потенциалы. Мы уже, Анастасия, вы помните, на прошлой передаче тоже говорили о том, что это, во-первых, и огромный рынок, рынок, который имеет очень большие культурные, духовные, исторические, языковые, и легионные связи. Ну, я думаю, что вот эти связи, они не менее значимы, чем сталь и уголь, да, вот если по большому счету, в любом случае, даже европейский союз, на какой-то христианской, да, но эти там создавался, это имело немаловажное значение. Поэтому, я думаю, что как база, как костяк этой организации, мы все уже имеем, как бы, большой опыт того, что имели какие-то свои привычки, да, играли в независимость, очень сильно радовались за какие-то вещи, были очень большими, или маленькими, гордыми. Сегодня надо именно складывать потенциалы, возможности. Мир, на самом деле, вступает в очень непростой период в своей истории, мы видим очень большую турбулентность в отношениях Запада с Китаем, и с Россией. Это тоже, наверное, не добавит здоровья региону, если по большому счету. Поэтому нам какие-то такие возможности и вариации искать нужно. Это задача нашего выживания в 21 веке. Я поэтому думаю, что здравый смысл будет подталкивать и Туркменистан тоже к большей открытости, к большему присоединению, да, у нас в прошлые годы до пандемии тоже, как бы, небольшие такие хорошие проекты начались. Это и транзит в сторону Ирана, и железная дорога между Туркменистаном и Казахстаном. То есть, как бы, вот эти все процессы, наверное, идут, я надеюсь, в совокупности они будут менять в хорошем смысле этого слова Туркменистан в сторону большей открытости, большего сотрудничества. Я в это хочу очень искренне верить, по крайней мере. Мы тоже в это искренне верим, и что действительно интересно, вот вы вспомнили наш прошлый выпуск, в рамках которого мы обсуждали как раз-таки будущее развития Туркского совета, и многие моменты, которые на самом деле мы там отметили, даже сказали, что надеемся, что это реализуется. Сейчас мы видим, что это реализуется. Так, может быть, вот сегодняшние наши передачи и прогнозы, они тоже будут на повестке дня, реализуются, может быть, раньше осени или же на следующем саммите. Кто знает, может быть, мы так предрекаем как раз-таки будущее позитивное развитие Туркского совета. Кюльнархану, вот опять-таки возвращаясь к тезисам о итогах сегодняшнего саммита, там говорилось о потенциале логистики и грузоперевозок среди стран Туркского мира по центральному коридору Восток-Запад, также через Каспийское море и дальше поставки в Европу. То есть получается, что Туркский совет, помимо того, что развивается в рамках интеграции стран между собой, если там уже и подключается Каспийский регион, то стоит ожидать и подключения более активного участия других стран Каспийского региона, но и в частности, как уже Дарья отметила, в том числе и роль Российской Федерации. Как вот вы видите такую интеграцию, которая будет происходить и в рамках Туркского совета, и в Каспийском регионе, и далее в Европу? Такие интересные процессы сейчас происходят в регионе. Вот с открытием коммуникации в той зоне, которая сейчас вышла из-под оккупации, вот коллеги сегодня уже говорили о том, что это год Азербайджана, действительно, вот такое пойдет мощное движение, о котором мы сегодня говорили, в том числе регионы Центральная Азия, Каспийский регион, Южный Кавказ, также мы можем говорить о дальнейшем выходе на Черное море, то есть очень много проектов, которые сейчас реализуются в этом регионе, в том числе с подачей Азербайджана. Мы имеем, в принципе, уже неоднократно было сказано, что сейчас в мире происходит очень серьезная трансформация, возможно, изменится карта всего региона, изменится энергетическая, транспортная карта региона, и безусловно, сейчас все страны хотят зафиксировать свои интересы в этой новой реальности. и в Азербайджане неоднократно это подчеркнули, что формируется новая реальность, и Азербайджан является в некотором роде одним из архитекторов этой реальности. Азербайджан задействован в очень серьезных международных проектах. Азербайджан сегодня, они с нами говорили, нет, о транспортных коридорах, это Баку-Дбилиси-Карс, это энергетическая связка южно-газовый коридор. То есть, очень много направлений, к которым будут подключаться наши партнеры, и безусловно, это будет расширять формат и тюркской интеграции. Вообще, очень много ситуативных процессов, когда каждая из сторон пытается извлечь свои интересы. Тем более, что сейчас мы сталкиваемся с глобальными вызовами, я хотела подчеркнуть, что именно на площадке Тюркского совета, в котором Азербайджан председательствует, прозвучала первая инициатива о совместных инициативах, направленных на борьбу с пандемией. А сейчас мы вплотную перешли уже непосредственно к экономическому наполнению, даже невзирая на эти пандемические процессы, каждая из сторон пытается зафиксировать свои интересы. В том числе, свои интересы, безусловно, имеет и Россия. В частности, уже было подчеркнуто неоднократно, что через Ангизурский коридор связываются, безусловно, и Армения с Россией, и Армения с Ром. Я хочу сказать, что Азербайджан предоставил возможности даже Армении выйти из этого кризиса и выйти на уровень нормализации отношений со своими непосредственными соседями. И также, безусловно, этот коридор между Европой и Азией, который будет наполняться грузопотоками, потому что сейчас, как показала ситуация с морскими перевозками, что именно сухопутные перевозки сейчас приобретают наибольшее значение. И, безусловно, Азербайджан уже давно работает на этом направлении. Мы можем сказать, что Азербайджан позиционируется как транспортный хаб этого региона. И сейчас очень важно, что между Центральной Азией, между Южным Кавказом тоже вот эта связка образовывается. И как представляется все-таки именно тюркская интеграция, она, если это все выйдет на уровень серьезной международной организации, а предпосылки к этому существуют, то нам видится, что все-таки состав этой организации будет расширяться и дополняться своими участниками. И очень важный интересный момент также, что через Венгрию эта организация имеет свое представительство и в Европе. То есть проектов много и перспективы очень большие на этом направлении. Дарья, вот скажите, пожалуйста, в декларации была подчеркнута солидарность также с правительством и народом Азербайджана в усилиях по восстановлению застройки и интеграции освобожденных территорий Азербайджанской республики. Как вот вы видите эту интеграцию? В частности, будет ли там это действовать от лица всей организации, либо там будет больше сотрудничества на двусторонней основе? То есть каждая страна Тюржского совета будет индивидуально подходить к этому вопросу? Как вы это видите? Вы знаете, может и так, и так сложиться. И действительно это зависит и от воли руководства стран, входящих в совет, и возможно от воли более заинтересованных стран, например, Турция, безусловно, она будет оказывать более существенное влияние на восстановление региона Карабаха и вообще на какую-либо, на какие-либо проекты, в том числе и логистические проекты в регионе. Но другие страны, конечно, могут объединиться и помочь, потому что все знают, насколько высокий потенциал разблокировки коммуникаций и открытие новых торговых путей. Здесь даже получается, когда разблокируется Армения, будет великий шелковый путь и доступен уже можно сказать в своем историческом виде. И здесь большие открываются возможности для развития не только крупных глобальных проектов, но и для развития бизнеса и для участия в этих бизнес-проектах самого населения. То есть даже малый бизнес может вполне себе участвовать в этих проектах. Безусловно, также очень важно здесь будет и участие России, хотя Россия как бы официально не входит в эту организацию, в совет, но косвенно также она будет помогать, поскольку мы знаем, что страны, которые состоят в этом совете, они входят также и ВДКБ. И здесь большое поле для сотрудничества совместного с этими странами по восстановлению региона в Карабахе. И мы можем видеть действительно интересные проекты, но опять же я повторюсь, что это зависит от лидеров государств. Какие-то более заинтересованы, какие-то менее заинтересованы. Как я уже сказала, роль Турции здесь будет очень значительной, и мы будем, я думаю, прежде всего слышать от Турции какие-либо интересные проекты и решения. СН, вы уже отметили в частности необходимость, вернее, ваше ожидание в том, что на этом саммите возможно можно было бы уже решить, как же сделать Турский совет преобразовать в международную организацию. По-вашему, что еще необходимо сделать странам для того, чтобы укреплять интеграцию? Какие моменты возможно пока еще не особо акцентированы в разговорах, но на ваш взгляд имеют колоссальные значения для дальнейшей развития интеграции в рамках Турского совета? Культура или же это политическое взаимодействие экономика, экология? Что именно на ваш взгляд? Я думаю, что вопросы культуры, языка, сотрудничества в области науки, спорта, образования выйдут на новый уровень и будут какие-то введены общие стандарты, общие для всех стран Турского мира, которые будут общепризнаны, общеприняты и могут выступать главным мерилом, стандартом для основных и ключевых отраслей или областей науки, образования или культуры. Но я здесь уже выражал эту мысль и до сих пор считаю, что пока до уровня координации политической и внешнеполитической деятельности Тюркский Совет пока еще не придет в ближайшие пять лет. И возможно, если такие цели будут поставлены главами государств в новых геополитических условиях либо в тех условиях, в которых будет развиваться тюркская интеграция, возможно, к этому придут государства. И если это случится, то это будет действительно совершенно новое и интересное явление в международных отношениях, когда, скажем, не в пример странам, скажем, Лиги Арабских стран либо других объединений, которые существуют сейчас на территории Ближнего Среднего Востока либо в мире вообще, как бы тюркская организация в плане политического взаимодействия может выйти на новый международный уровень и сможет оказывать влияние на внешнеполитические процессы и на вопросы международной безопасности, международной политики и других сфер. Это как раз таки то, возможно, к чему стремятся страны в многослужившей перспективе. К этому и идет, как никак Европейский Союз, как уже было отмечено, создавался больше как экономический альянс. Ну да, там присутствовали нотки политики, переход от военного положения в военной ситуации к более тесной интеграции, но сейчас мы знаем, что Европейский Союз имеет солидарность и в том числе в ряде актуальных политических вопросов. Что ж, у нас остается не так уж много времени до конца эфира. Я хотела бы узнать мнение нашего эксперта из Венгрии. Петер, еще раз к вам обращаюсь касательно культурной интеграции. Вот этот вопрос опять-таки поднимался. Насколько взаимодействие в культурных вопросах важно для продвижения идеологии, в частности укрепления интеграции между европейскими странами, Евросоюзом, Венгрией в частности и Тюркским Советом? Знаете, страны Тюркского Совета для Европы целиком не очень знакомы. То есть европейцы мало знают о культуре. Хотя вот эти древнейшие страны нам не надо забывать, что эти страны древнее, чем сама Европа, сами европейские страны. То есть надо к этому с уважением и с интересом относиться. Я думаю. То есть в этом плане есть еще много возможностей. То есть создавать или создать прямые связи с европейскими такими культурными организациями или самостоятельно, то есть на двухсторонние основа или Евросоюзом как организации. и ну как этот мы слышали про этот тюркский как шоковый путь, если так можно сказать. Это тоже часть культурных отношений, потому что как мы знаем еще в древних времен через этот канал шли не только товары, а шли идеи, шли культурные шли культурные обмена между странами и это весьма интересно. Тем более сейчас Европа начинает ну как попробовать найти свое место, потому что сейчас как вы знаете в США Джо Байден хочет создать американский шоковый путь, который весьма интересный, потому что Европа надо ну как большая часть Европы уже причастен к этому плану, то есть китайский новый по-английски обор one belt one road и весьма интересно для европейцев как противовес создать культурные связи с тюркскими народами это может помочь при этом может помочь тюркский совет я думаю именно я абсолютно согласна с вашим мнением здесь действительно тюркский совет может создать более тесные связи с европейским союзом что позитивно в свою очередь отразится и на развитии интеграции между народами что очень и очень важно к сожалению наше эфирное время подходит к концу на сегодня большое спасибо вам уважаемые эксперты за интересную дискуссию за очень насыщенные и интересные ответы спасибо 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 до свидания до свидания это была глобальная дискуссия на телеканале CBC гости нашего сегодняшнего эфира это Айдос Сарым депутат парламента Казахстана Эсену Субалиев директор аналитического центра разумные решения в Киргизстане Гюльнара Мамедзаде директор экспертного совета Баку Нетворк Дарья Гривцова заместитель директора института политических исследований и Петер Дунае венгерский журналист Яна Анастасия Лаврина увидимся завтра в это же время до свидания и до скорых встреч Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова